Записи прошлых есть на ютубе, пытаемся пройти игру на 4 уровне сложности на Iron Man с 21 галкой, сущий мазохизм, это не помню уже какой трай, ну, рестартов было штук 70-80, но где-то 5-6, если вот так вот не считать первую миссию. Сейчас ситуация какая, в лаборатории мы делаем исследование лазерного оружия, работает 11 ученых, в инженерном 5 инжей, что очень плохо, конец первого месяца в данный момент, по постройкам сейчас мы делаем школу офицеров, потому что перк у нас со скидкой исследования в школе офицеров, и я хочу увеличить состав с 4 до 6, делаем школу офицеров. Чтобы ее купить, мне пришлось продать все, что было, все трупы, все сплавы, все там компьютеры даже не сломанные, в общем, но жить хочется. По бойцам, два тяжа снайпер-штурм, второй снайпер и саппорт, ценнейший причем, саппорт, 86, точность с молниеносными рефлексами, медаль защитника, отдыхает целый месяц, второй снайпер будет доступен через 10 дней, надеюсь, что вот как раз через 10 дней, когда школа офицера сделается, мы его пятым в команду возьмем. Есть еще один приблизительно перспективный лейминг с характеристиками 4370, и из него можно как раз, когда не выйдет вот этот товарищ, из него можно попробовать что-то толковое слепить. Ну а сейчас конец месяца, я надеюсь, что не будет никакой серьезной движухи в течение 10 дней, потому что мне хочется как раз второго снайпера, школу офицеров, и увеличить состав электростанции, сообщение совета 5 дней, но вроде должен месяц закончиться спокойно, я надеюсь. Плохие новости. Одного инжа дали, 63 бакса, минус 4 страны, в общем, класс, класс. Сейвов нет, как вы понимаете, исследования будут идти больше месяца. Школа офицеров 12 дней, а не 10. Почему я думал, что 10? Потому что энергостанция делается 10. Запрос от государства Африка, это спутники. Это энергостанция. Ну, есть. Возвращается в строй у нас снайпер, хороший снайпер, точный. У него там под 90, 84 плюс 10. Но я не могу его брать с собой, потому что 4 слота пока есть. Сейчас будет миссия фейммена или тунны, не знаю, кто будет. Да, конечно, больше людей. Ой, вот давай ты не будешь давить. Доктор Вален. Школа офицеров 6 дней, но не успеем до миссии школы офицеров. О, маленький... О, это скаут. Слушайте, я думал, сейчас будет миссия на 12 хеймменов. Хорошо, тогда мы можем и снайпера подкачать. Двух снайперов возьмем. Трех, нет. Ча-ка, пацаны, это миссия. Если это та же самая миссия, если тот же самый маленький скаут, это два сектоида, два сектоида, один дефендер. Короче, мы двух снайпов берем, их прокачиваем, получаем общий вид и живем, живем. Я в конце прошлой трансляции не был уверен, что я в принципе не умру в одну, в одну, в один заход. Ой, сейчас сбиваем, это, кажется, мелкий. Да, это такой же, который уже был. О, хорошо. Минус 4 рестарт, иди ты. Высылаем рейнджер. Значит, тяж обязан быть. Второй тяж обязан быть. И два снайпера берем. Я штурмаша брать лучше не буду, а вот двух снайпов возьму. Морео перекрашу в белый цвет, потому что снайперы я решил не черным делать, а белым. Логика простая. Снайперы, как правило, особенно с общим видом, стоят далеко, и тебе часто приходится их выискивать. А тебе, наоборот, нужно четко знать, где находится снайпер, для того, чтобы понимать, ну, увидит он, не увидит, там обойдут, его не обойдут. Короче, я делаю снайперов беленькими. Ну и, конечно же, все они должны быть в шляпе, элегантны. Белый, кажется, был поярче цвет. Или это, кажется, зависит от элементов брони. Вот, скорее вот такой. Два хэвика, два снайпера. Хэвики выступают в роли страховщиков, то есть они, во-первых, у них больше хп, во-вторых, они ультимативно могут решить любой вопрос ракетой. Сектоиды развалятся сразу, Defender развалится, или как он там называется, сразу. Там есть еще ярче вроде. Ну, я вроде протыкал. Давай протыкаем, ладно. Цвет-то... Там в начале было вот такой вот, но он вроде не такой яркий, серебряный. Хотя, если сравнить... Да, это поярче, если ты прав. Четвертый, да? Пятый. Итак. Все нормально? Медикит не будем брать? Ну, снайпам скоупы точно. Можно медикит взять на реанимацию, потому что гранаты точно не нужны. Хэвику, по крайней мере, тому, у которого две ракеты. Поэтому я лучше возьму медикит. Ну, на всякий случай. На всякий случай. Мало ли что придется реанимировать. Вдруг крита нет кто-то. Ну, поехали. Хорошо, что нам дают миссию вроде как на разогрев. Фух. И... Надо посмотреть количество келсовчего у снайперов. Ну, или просто качать каждого до левелапа. То есть, как только получил левелап, сразу уходить. Фух. Не расслабляемся. Даже маленькая тарелка может устроить... Ага, мэлт справа. Уже очень хорошо. За мной... Так, во-первых, торопиться не стоит. Тут сразу фулл укрытие. Отлично. Кто у нас с сапрессом? Ты с сапрессом. Ты будешь первым идти. Шесть ходов. Этот мэлт соберем. Снайперов, учитывая то, что у них пока нет общего вида, им нужно стрелять, они будут держаться рядышком, и они должны держаться в укрытии. Ладно. Тут пока одного оставим без укрытия. Стоп, это не сектоида. Это летуны. Это же летуны. Это летуны. Будет не так просто. Черт возьми. Блин, я уже начинаю... Я уже начинаю переживать. Окей. Тебя-то как поставить-то? А я вот не знаю, сколько там будет народу тогда. Надеюсь, тоже по два. Почем понял? По звукам. Вот это сектоид. По звукам. Два сектоида. Овервотч первый. Дмитрий Михайлов, не убей. Помни первую заповедь. Снайпа кормить. Отлично. Снимает хит. Заботливый. Димка. Не разбегаемся. Пацаны, не разбегаемся. Оп. Овервотч снайпера. Одного и второго. Отлично. Кто-то из них точно. Так. Элис попадает. А этот еще точнее. Бах! Хорош! Первый фраг для снайпера. Левелапа нет. Обойти с фланга он может только одного хэвика. Хотя снайпер тоже может потерпеть. Поэтому я подведу его так. Она, правда, не видит ни черта. Может сапресс по нему? Нет, с флангом может обойти. Сюда и сапресс. Сапресс сколько? А, он вообще урон не наносит, насколько я помню. Он сможет на овервотче стрельнуть. Главный трабл пока в том, что я не... Давай вот так, ладно. Я не хочу убивать хэвиками, но с другой стороны... Давай тогда ханкер здесь. А там два овервотча. У него три хита, два снайпера скорее всего снимут. Давай ханкер. Здесь тоже ханкер. Вообще перезарядись. А тут два овервотча. С пистолетом, потому что ходила. И с винтовочкой. Давай-давай. Он либо подходит ближе, либо стреляет по тому, по кому не может попасть. Куда ж... Он отступил. Нормально. И уже как бы мелд не хочется идти собирать. Надо было его сопрессить все-таки. Черт возьми. Он может сейчас выйти с флангом ко мне еще. Ладно, давай вот так вот подойдем. Не видим, да? Ладно. Овервотч. Оп, оп, оп. Летуны. Летуны. Два летуна. Овервотч? Где наши, блин, снайперы-то? Ни черта не могут. Ракеты я смогу сбить только одного. Снайпер один видит, второй не видит, а там овервотч. То есть мне нужно сейчас стрелять одним снайпом, а потом фигарить рокетом. Шестьдесят семь меткости. Ешки-матрешки, ну как так? И не добьет, ведь он еще. Давай, если критонет, если попадет, если критонет бьет. Ну если рулетка не сработает. Блин. Надо было, наверное, шедер-рокет делать правильным. Блин, ступил. Я реально сейчас слажал. Надо было делать шедер. Чтобы снайпер добил точно. Ай. У него же овервотч, да? У крайнего. Или у них не бывает овервотча пока... Я вот пропустил. Встал на овервотч? Мне показалось, что встал. Овервотч. Тогда нам только ракеты кидать в них. Простите. Я зафейлил. Причем, правый может кинуть ракету в этого. Верхнего должен иметь возможность. Да, вот так вот. Блин, еще попади, попади. Ракета пошла. Не попала. 90%. Ракета не попала. Я его сейчас флангурую. Ладно. Есть еще опция этого убить. Снайпером ко второму подойти. Для начала попади по этому, прошу. По своим. Мелт закрывается. Блин, как ракета-то не попала. Ой. Ну, второго овервотча нет, но хэвика обходят с флангом. Поэтому надо, наверное, подходить. Сюда. Блин. Садиться и овервотч ставить. Чтобы... Ну, это лучше, чтобы... Если по снайперу... Блин, хрень получается. Черт возьми. Я его, естественно, никак не убиваю. Просто... Вопросом, будет хэвика облетать или не будет? Должен облетать. Должен облетать, должен попадать, должен критовать, должен убивать. Такая последовательность. Как повезло-то. План сработал. О-о-о-ой. Так, давай тогда что сделаем? Во-первых, здесь обходим так. Постреляем разок хэвиком. Или гренкой можно докинуть. Ну, конечно, гренкой. Это ж не рокет тебе. Пробуем снести... Попасть и снести ее, чтобы... Ей... Ну, а-а-а-ах! Русская рулетка! Один хит! Так. Ну, есть возможность вторым рокетом добить. Здесь, соответственно, берем... Стреляем с критом по нему. Надеемся, что добьем. 74% попадания. Больше половины крит. Да... Что вот происходит? О-о-о-ой. Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А тут без локу было вообще подходить. Но я трачу второй рокет. Надеюсь, я достану до него. Достану, конечно. Капец. Такой трэш. Сейчас еще рокетом давай не попади 90%. Придурок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, зато ты не попадаешь. Сейчас пистолета с вероятностью 67. Но опять сейчас аркада. Сейчас он спускается. ЕС и ходит, блин. Ой, господи, какой валидол. Две ракеты, 90%. Они практически никогда не мажут. Этот 74 промахивается. Какая жесть. Какая жесть. Я подвожу Хэвика лучше, наверное. Нет, Хэвика надо подводить. Хотя бы потому, что слева сиктоид может быть. Ей нужно всеми здесь сидеть на овервотчу. И ждать этого летуна, гадам. Да, и лучше Хэвика подставлять. Потому что снайперы с меньшим запасом брони. Или вообще ханкер им делать. Это же вообще не попадает, товарищ. Да, лучше ханкер тогда им. Овервотч, овервотч, овервотч. Жесть, просто жесть. Один сиктоид жив слева, один летун жив. Прямо по курсу. Мелд слева, забиваем на него. Я подожду. Да, он перемещается там. Я подожду. У меня нет ракет. У меня уже страховки нет. Миссия на пять человек называется. Я офигею, дорогая редакция. Две ракеты. Все молоко. Передвигается. Я вообще никуда не тороплюсь. У меня тут чаек есть. У меня еще рефлексов нет. Он у саппорта. А саппорт отдыхает месяц. Ну давай, вылезай. Есть, вылезает. Подходит. Ну! Где овервотч, пацаны? Ах, ты трус. Но у него, кстати, сейчас овера нет. Я думаю, можно подходить вот так потихонечку. Так-то подходить потихонечку. Двадцать. Снайперами тоже подходить потихонечку. Но не всеми. Тут пистолет на овервотч. Тут обычный овервотч. Тут обычный овервотч. Тут ханкер. Так, мы теперь не знаем. Что-то там мутит. Подвезти бы второго снайпера, но тут полных укрытий нет. Ой, справа он, кажется, обходит. Да, он справа обходит. Слышал, слышал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что делать? Не забываю просектовать. Да подожди, не суетись. Не суетись, это же скриптовая скотина. Сама придет. И чем больше народу будет ждать его, тем выше вероятность его расстрелять. Я не тороплюсь. Мед уже утрачен. Пофиг. Торопиться некогда. Вот он бегает там, видите? Меняет диспозицию свою. Давай. Блин, не хочу я бежать вперед. Да, чувствую, надо. Да, я сейчас как раз на двух оверах у снайпов с пистолетами. Он вылезает, да? Не надо так. Что-то мне озвучивание нет. О, сектои, 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 сектои. Ваш канал на суде, сектои, сектои, сектои. Приветствую, Михаил. А можно спасибо за стрель. Удача будет на твоей стороне. Короче, убили сектоида. Это раз. Но. Убил не снайпер. Что важно. Я делаю разведку на летуна. Вижу. Он сидит. У тарелки причем сидит. Вот гад, а. Ну, я вижу, что он в этот ход ко мне не успеет. Надо бы второго хэвика отсюда увезти. Наверное, вот так вот даже. Или вот так вот уже. Ну, да, что он сделает? Туда, ханкер, да. А, у вербач у него мог быть. Теоретически мог быть. Снайпера перевожу сюда, чтобы лайн был, ну, вижен был на стрельбу. Здесь в оборону. Здесь в оборону. Смотрим, что он будет делать. Может, уже он по морали выставил. Направо улетает. Ай, ты гад. Вон он. Это, кстати, возможно, уже и овер так его розеток. Вотч. Следующий ход у меня фланг гонет снайперов, поэтому уходим так. Здесь на винтовку овер. Здесь опять ханкер. Здесь опять ханкер. Если он осмелен, он будет сейчас подходить ближе. Подойдет ближе, напорится на двух снайпов. И я его не вижу. Господи, как тяжело-то, а? Как тяжело, вы бы знали. А дальше будет еще аутсайдер. Между прочим. А у меня не гранат? Нет, гран-то есть. Блин, он там на овере может стоять, опять же. Я подожду. Пацаны, вы простите, но я подожду. Рядом с тарелкой. О, ну это аутсайдер уже. В тарелке шумит. В теории, конечно, можно сюда забежать. Ой, нет, не так, не так. Блин, нет. Ааа, повезло ты как. Вы понимаете, да, сейчас, что произошло? Я думал, она бежит, а Женька побежала просто в бой. Какая жесть. А если бы он стоял, он увидел бы меня на крыше и пострелял бы. Надо всегда смотреть на маршрут, по которому уйдут. Где ты, скотина? Ну-ну-ну-ну. Да, вот он там, внутри тарелки уже. Отступает или отстреливается? Отступает. Блин, твою налево. Как? Как вот с ними быть? Отдать второго хэвика, наверное, подводить, чтобы место под снайпера... Тут нормальных укрытий нет. Ладно, давай снайпера хотя бы так доведем за полуукрытие, но он на овере сможет, если что. Проявись. Туда лезть, это значит спулить аутсайдера еще. На твою же дивизию, ну как так-то, а? Че мне делать? Так, а сколько... Ой, сори. Сколько у меня гранат? Одна, да? Может, релот? Да, перезарядиться-то, конечно, надо, но я боюсь, что он выскочит. Давайте. Релот у нас будет... По одному заход. Правильная тема. Совместим приятное с полезным. Точнее, полезное с полезным. Обходит немножко. Да, слышал. Уже здесь опасно оставаться. Что, судя по направлению, он в следующие два хода меня обходит. Блин, дождись. Ну, обходит... Ладно, я в ханкере все равно. Не кританет. Ничего не видно, ничего не слышно. Общего вида нет. Так, а если мне забить просто на то, что он там, и попробовать спулить, обойти и к аутсайдеру подойти? Ну, во-первых, не факт, что Литун за мной не пойдет, а тут полуукрытие. Я буду... Ну, хотя у меня Overwatch будет. Так, ну, хорошо. Мне этот план больше нравится, чем ждать, когда мне Heavy обойдут одного. Поэтому давайте сделаем так. Будем идти на полшага Overwatch пистолетный с хэвиками. Есть, и вон выходит. А, скотина, а! Вот как они знают? Слышит, наверное. Так же, как и я. Еще Overwatch пистолетный. У, нет, со снайперскими винтовками. Давайте, ребята! Три хита, один хит остается. У него может хватить ходов на выстрел, а я в полуукрытие. Не делай ничего, не делай ничего. Фух! Фух! Все, ну это изи фраг для снайпа. Даже патрон на тебя тратить не буду, убожество. На-на! Повышения нет. А что покел сам у снайперов? Не показывает. Это же не... Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, будем Хавьера, наверное, качать дальше. Потому что он, во-первых, сделал фраг, во-вторых, у него точность выше. Но теперь попроще должно быть, потому что, во-первых, ну, я, конечно, не буду сейчас просто бежать в сторону тарелки без Увервочи, но, в принципе, тут схема уже более-менее более-менее понятная. Лучше перезерядиться было сначала, а потом уже бежать, чтобы не терять время. Надо будет подойти к двери этой тарелки, занять позиции. Хэвики должны быть в шаговой доступности. Ну, один Хэвик, чтобы кинуть гранату. То есть он должен стоять непосредственно у двери. Но остальные тоже должны быть неподалеку, как раз для того, чтобы... Нет, тут не спуливаю вообще никак. К двери надо подходить. К двери. Главное, чтобы там не было разрушенных никаких... Нет, не разрушенные. Окей. Подходим и забираем аутсайдера. Желательно аутсайдера забрать снайпером. Снайпер тоже должен находиться рядом, хотя это фигня, что снайпер сможет только с пистолета нормально забирать, учитывая тот факт, что... скорее всего, тот будет за углом, когда мы его спулем. Если я не угадаю с направлением... Короче, лучше с пистолетами. Лучше с пистолетами. Да потому что он может убежать в любое вообще место. Он может как к нам выбежать, так и далеко убежать, и в один ход я его могу не убить. Снайперы вблизи имеют дебаф не точно. Стоят в курсе. Да, пистолета не имеют. Это винтовка такой... Вообще, есть два тяжа, которые... Ну, и граната, собственно. У тяжа тоже, дай боже... А! Да как? Ну, здрасте, пожалуйста. Спулил. Капец. Ну, как я его спулил? Дверь закрыта. Что это за баги? Что это за баги? Я не понял. Сапресс его. Ну, конечно, сапресс. Вон, да в один ход убивать. Гранаты пытаться стенку убить. Сапресс снимет у него 30% точности. 30, Карл. 30. А точность у него, кажется, 85. То есть вы предлагаете мне потратить сапресс для того, чтобы кинуть монетку. Попадет он по мне или не попадет? Причем я под флангом. Вообще класс. На мой взгляд, надо сапрессить этим вообще валить. Если не граната. Но граната может не снять эту стенку. Не факт, что она снимет. Я еще тут не в укрытиях. Бросай грен, как есть. Есть одна граната. Если бы у меня были гранаты, я бы его убил в две гранаты. Граната просто стрельба остальными. А есть гарантия, что стенка уйдет-то от гранаты? Я-то гренку в него кину. Да кину, не проблема. Стенка уйдет. Стенка не уйдет. 90% вроде уходит. Блин, как вот важны. Так, хорошо. Что я могу? Если мы... Если мы, например, полуукрытие сапресс. Да? Полуукрытие сапресс. Сюда, кстати, уже опасно обходить. Потому что он фланговать может. Чем дальше, тем лучше отходить. Нашел, у кого спрашиваете чатика. Да-да-да, пацаны расскажут. Так, если не граната. Если не граната. Ну, хотя два выстрела нужно сделать. Да? Пистолетный выстрел вообще ни о чем. Этот вообще никого не видит. Но он подойдет и увидит. Угол можно увеличить. Ты с фланга можешь подставиться. Наверное, граната сначала. А потом по результатам. Либо сапресс, либо выстрел и два выстрела. Либо сапресс и два выстрела. Я его могу вообще отсюда обойти тогда. Ладно, проверяем, пробивает ли граната или не пробивает. Это такая аркада, капец. Так, прицелимся так, чтобы стенка точно выделялась красным. С богом. Пожалуйста, уйди, стенка. Уйди, стенка. Уйди. Ушла! Кажись, ушла! Кажись, ушла! Снайперы? Не видят нихрена. Черт, вы баги! Я вас так ненавижу! Ладно, с другой стороны можно вот так вот обойти. И снайпером пострелять раз. Что там? 78 метки. Отлично. Фух. Какая дичь вообще! Вообще дичь! Фух. Ох, что это тэкском. Ладно, кто должен убивать? Кто-нибудь. Давай все-таки начнем с... Начнем с этого товарища. Он и меч и должен убивать сам. Еее! Все задачи выполнены. О боже, как тяжело там. И вроде миссия изичная просто, изичная. Пять человек. Ну такая грязь. Прекрасная работа. О, снайпер. Капрал. И не фанды. Милашка. Милашка. Ох. Осколочную ракету берем. Хотя она саппорт могла бы полечить. Кстати, она же котиков любит. Можно ей воен-врача взять. Воен-врач. Да не, какое там. Хэвик должен быть хэвиком. Ай, мы Рокетмен. А тут общий вид. Да есть же ж. 93 меткость. Плюс 10. Нормальный снайп уже. Второго бы довести до этого же уровня. А, было бы классно. Конечно, общий вид. Тогда мы сможем держать его на безопасном расстоянии. Отстреливать с винтовочки. Ух. Ох, еще и Лериума много. Сразу сплавляем. И сейчас на этот хватит еще на исследование. Ох, хорошо. Компьютер поврежден. И Лериум весь, потому что галочка стоит, что Лерия как бы лесом идет. Тревожит панцирь тебя? Ничего мы не исследуем. Успокойся. У нас лазерное оружие. Скриптовая эта сволочь ничего не знает. Может, Лиммингов набрать? Мне хотя бы одного-двух новых взять. Да, и вот так вот. Ну, потому что бойцов нормальных нет. У меня только один Лимминг на прокачку. Так, два тяжа, два снайпера, штурмовик. Вот до следующей миссии бы успеть школу офицеров доделать. Три дня осталось. Вообще фигня. Но, может, и не хватит. Сейчас паника может быть. Да, да. Шесть инжей летим, скорее всего, во Францию. Мне инженеры уже нужны. Штурмовик, сержант, до свидания. Шесть ученых уже поздно. Франция, да? Тут по регионам... В Китае, конечно, ситуация значительно хуже. И в Северной Америке тоже. Но, мне кажется, инжи нужны, пацаны. В любом случае. Да, на Северную Америку мы, в принципе, за... Забивай... А, Аргентина, это Южная. О'кейс, окейс, хорошо. Там Канада все равно вышла. Так мне и нужно в Германию вообще лететь. Или куда там? В Европу, во Францию. Там как раз полный регион и с низким уровнем паники. А там мне что, еще в Индию предлагали лететь? Вы что, психи? Там уже Австралия вышла. В Китае мне предлагали. А что, по Китаю? По Китаю у нас домашний регион. В общем-то, забить на него. Япония не выйдет. Дается 23. Короче, правильный этот. Берем уже 6 инжей. Но летим в четвером. Упы. Я думаю, надо... Я не хочу Элис брать. Хотя ее тоже нужно качать. Надо брать Элис. Два Хэвика, два снайпера. Блин, два дня до школы офицера. Ой. Так было бы хорошо лететь на эту миссию в шестером. Ладно, у меня 4 ракеты есть. Один снайпер с общим видом. Там 12 человек. Фингмены или летуны. Не знаю уж кто. Жозенькие, конечно, жозенькие. Жозенькие. Может, второй медкомплект купить? Гранаты там не вряд ли... Нет, одна граната должна быть. Есть места, куда ракеты не... Откуда в шестером только один пока есть. Там еще Лимминг один. То есть он тоже в плюс. Как бы лишние гранаты. С личной меткостью там на 70. На этой миссии будет... Раза в два тяжелее предыдущей. А, типа я не смог бы полететь, потому что звания нет. Я понял, да. Тогда да. А кто ближе всего у нас к званию? А, ну скорее всего... Скорее всего... Вот этот товарищ, да? Он у нас в принципе сержант. А здесь не фанда, правда, тоже сержант. Да. Тебе, кстати, Жень, в игре дали никнейм Милашка. И предложили случайные способности медпакеты использовать повторно. Ну и я взял ракету. Звание-то шестого нет. Да, понятно. Это будет непростая миссия. Очень непростая. Но надо лететь. Одеваться некуда. Такие миссии не игнорятся. Это гуф. Хорошо. Вопрос, какая карта. Вопрос, какие противники. Как я переживаю-то? Ооо. Карта для снайпов хороша. С общим видом. Есть крыши. Все пространство простреливается. Да, я понял. Штурм-1 просит разрешения на высадку. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Не подставляйтесь. Так, план какой? Я захожу в это здание. Захожу, прохожу, смотрю. Окупирую вот эту вот штуку. Используя ракеты. Главным образом. Цель закрепить сначала вот это вот здание. После этого, скорее всего, я буду выходить на крышу. Вопрос, с какой только стороны. Я на этой карте очень давно не играл. Очень давно не играл. Но общее правило следующее. Хэвики должны быть у прохода, для того, чтобы иметь возможность в любое место кинуть... Кинуть рокет. С морео у нас с общим видом. Его в первую очередь нам на крышу поставить. Даже не хочу никуда идти. А могут сейчас прям появиться. И справа, и в районе цистерны сейчас. Могут быть в первой же комнате. Открываем. Никого. Намет вообще забиваем. Так, тут, пожалуй, вот так все-таки. Просматриваем. Там никого нет? Хорошо. Здесь окон больше никаких? Никаких. Тогда заходим более-менее спокойно снайперами внутрь. Здесь будет сложно в том плане, что снайперы не будут работать. Там, скорее всего, будет пак, и с ним должны будут разбираться исключительно хэвики. Поэтому подходим так. Подходим так. Можно, конечно, попробовать вот так вот выставить снайпов. Ну, на случай, если будет вижен. Но их, в общем-то, некуда потом подводить. Опа! Это Thing Man, да, по звуку такой? Пронзительный писк. И они там. Может, снайперов сразу на Overwatch здесь поставить, чтобы, когда мы спулем пак, они смогли пострелять. Да, пожалуй, давай так сделаем. Раз. Два. Открываем. Да, Thing Man. Три человека. Маневренные, точные, значительно плотнее сектоидов встали под одну ракету. Снайпер видит? Ну, снайпер не видит. Они бы постреляли, если бы они видели. Я не буду тянуть кота за яйцем. И ультимативно пробую сразу решить. Первый вопрос. Не промажь. Оменеется. Вот за что я люблю хейвиков. Вот за такие моменты. Так, тут Overwatch. За медом я бежать. Опа! Ой, эти появились же еще. Пара Overwatch от снайперов. Я забыл про новых этих. Блин, они же вообще дикие. Ребята, ну вы что делаете? Папандос. Ой. Так, ладно. Тут, в общем-то, можно попробовать предположить, что они находятся здесь. И попробовать закинуть гренку. После гренки они, раз это самое. Тут как-то по клеткам можно их видеть. Типа, куда они могут они зайти? Ну, вроде, мои везде могут. Помню, что можно по клеткам понять. Да я не помню, как. Там их нет, по клеткам видно. Ясно. То есть, там, кажется, меняется. Ну, отсутствует возможность. Посмотрите, какая ситуация. Она хреновая. Во-первых, я думаю, надо сейчас скучнее собраться и поставить снайперов на пистолет. Потому что они с винтовками, с Overwatch не попадут на близкой дистанции. Во-вторых, хэвикам будет значительно проще попасть. Поэтому я просто попробую... Попробую подойти. Слева от нижнего снайпа, говорят. Да вы чего? Мёд портся. Да забей на мёд. Что? Как определять вообще по клеткам? Они рядом. Идите к чёрту! А нет, в углу, говорят. Как в углу? В каком углу? Что вы несёте? За хэвиков, смотри, вроде нельзя пройти. А вроде можно пройти. Везде... А, вот! Нет, можно. Никого нет. То есть они просто взяли, разбили окно и свалили. Гренку кидай. Непонятно, куда гренка. То есть они, скорее всего, облетают сейчас где-то здесь. Слушайте, я же могу попробовать хэвиком. Дальше посмотреть. Вдруг они действительно где-то здесь. Так, они заспаунили здесь, да? О! Нет, так просто, короче. Под себя надо грену кидать. Такие вы вообще... А, вот! Вот оно! Да? Да, вот здесь на входе стоит прям. Не, не на входе. Я, я, короче, уже боюсь. Не, на самом деле, они проявляются. Идёт Overwatch, но... Но после этого же второй-то добежит, скорее всего, правильно? Они везде, со всех сторон. Да-да-да, они летают ещё. Да, они летают ещё. Они летают. Забей. Так, может, хэвика подставить? Они поплотнее, чем снайпы. Им так точно стрелять не надо. Да, давайте подставим хэвиков. Раз. Два. Им как раз точность для ракет-то не нужна. То есть Overwatch, 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 Overwatch. С богом. Блин, я же забыл про этих. Ща увидим. Вот они! Откуда? Да как так-то? Убили. Но там второй, капец. Может, не успеет долететь? Кто там валяет? Он шевелится ещё. Добейте. Второй не успел дойти. Да, да. Иди сюда. Давай, иди сюда. Да не бойся. Не бойся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, давайте. Е-е-е-е. 1-1-6. Трое попали. Красавцы. Пять пришельцев. Минус. Хорошо, хорошо. Мне так уж и страшно чего-то. Нормально всё. Пока релот. Мёда всё равно нет. Не торопимся. Всё равно страшно. Так, моя задача проверить там ещё пристроечку. Может, звук мне подскажет что-нибудь полезное. Там стенка снята. Вот это плохо. Если там кто-то есть, я сразу его с пулем. Так, давайте я поставлю снайперов так, чтобы они могли сквозь дверной проём, по крайней мере, пострелять. Если что. Тут хуже всего как раз снайперам, потому что они себя чувствуют явно не своей старелке, потому что здесь... Опа! Стоп, это же летуны. Ладно, работаем. У меня голос срывается немножко. Как у Регины Дубовицкой становится. Это всё от страха. Я просто немножко переживаю. За судьбу моих пацанов. И девчонок. Это летуны, ведь? Это летуны, ё-моё. Не, ну с летунами-то понятно, мы с ними уже встречались. Блин, так не хочется. Надо, наверное, Хэвик всё-таки одного подвести вот так, чтобы он смог... Да, давай вот так вот его. Раз. Снайперы. Пожалуй. Снайперы, конечно, стоят, так что... Главное, не торопиться. Миссия Watch. Одна из вообще переходных таких миссий, потому что сейчас у меня народу пока в штате Малом. Так, похоже, здесь никого. Может быть, они за, может быть, они в этой маленькой перестройке. Кто же их, чёрт возьми, разберёт? Да, нормально. Ну тогда точно снайпов подводим. Раз. Подводим два. Пара овервочи. К сожалению, наполовину только. Да, это летуны. И они рядом. Ах, боюсь, снайперы опять будут, не будут. Может быть, выйти отсюда, взять позицию для начала. То есть проверить сначала площадь, а потом уже, используя преимущество по высоте, снайперами отсюда по ним как-то помогать хэвикам. Наверное, это правильно. Да. Чем пытаться сейчас там выходить и двумя хэвиками... Блин, что ж такое? Секунду, извините. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Так, сори, вернулся, пацаны. Надо записать будет этот номер телефона, чтобы не это самое. Так, какой у нас план? План посмотреть, есть ли кто здесь. В отличие от вот этой небольшой комнатки, снайперы здесь хоть как-то могут работать. Простреливать что-то. Но самая главная задача, конечно, заключается в том, что... Отсюда не будет, кстати, видеть. В том, что я, если очищу и вот близлежащий район, смогу выйти хотя бы одним снайпером с общим видом наверх. Ну, скорее всего, двумя даже. Потому что... Так, перезарядись лучше. Потому что они не помогают мне в закрытых помещениях. Это очень большая, такая серьезная проблема. Сейчас мы подходим хэвиками раз, подходим хэвиком два. Тут готовность. Последние перезарядки идут. Овервотч, овервотч, овервотч. Здесь очень часто паки. И тут, скорее всего, надо будет тоже ракеты им тратить. А летуны, кажется, прямо в здании находятся. Потому что, когда я был здесь, показывалось вот так вот. Когда я здесь, показывается так. То есть, скорее всего, пересечение где-то вот именно в этом здании. Кстати, в таком случае хэвиками надо было дверь открывать. А, вот они как. Ну, они как бы, да, в этом здании, но они сверху вообще. Это капец. И что я с ними сделаю? Рокету смогу туда пустить? Любопытно. Маловероятно, конечно. Но Шреддерд я, может, и смогу пустить. Но Шреддерд их не убьет. Не, обзор закрыт. Какие наши действия? Ну, в один ход они до меня не дойдут. Они могут стрелять по хэвику и будут стрелять по хэвику. Кто-то из них, скорее всего, спустится вниз. Попробует отсюда заходить. То есть, мне нужно принимать их снайперами на других позициях. То есть, вот здесь вот. Один. Ну, пока на пистоль. Но они не успеют дойти. Второй, скорее всего, здесь. Потому что они скорее выйдут здесь, чем... Ну, понимаете. Чем слева обойдут. Хотя могут побежать и на того. Этот хэвик что делает? Он подходит таким образом, чтобы в следующий ход суметь кинуть ракету в тех, кто подходит сюда. То есть, вот как-то так. Ну, а этот хэвик просто уходит с линии. Вопрос только куда. Наверное, вот сюда. Но тогда... Этот проход сможет ракетой накрывать. Окей. План пока ясен. С богом. Слушаем, куда и смотрим, куда они пойдут. Оп. Как видит. А там дырка. Попадает снайпер. Попадает хэвик. Но этого урона недостаточно, к сожалению. Он и фланганует меня может. Еще один овервотч. Но это снайпер. Блин, я дырку не заметил. В крыше. Капец. Он может стрелять. Он стреляет. О, нет. И фанда падает. Просто умирает. Сразу же. Черт, я дырку не заметил. Ну все, сейчас будет обход. Это трындец. С фланга вообще. Все, это минус трай. Блин, отсюда реально не видно. Видно, что эта стенка минус. Эти вот камни меня должны были насторожить. Это все. Вот и отличный трай. Игра не прощает. Все. Продолжение следует... ладно собрались хардкор на той хардкор поехали надеюсь сейчас сейчас еще на какой-то блин не то сделал надо бойцов более-менее сносных на рулить черт возьми ну как как дырка на втором этаже все из как следствие они в этот ход в которой как бы я нет но они не должны были в принципе доходить до меня тем более обходить блин с фланга я получаю я получаю фланг 2 крита и до свидания отправляемся в индию там для нас есть работ так ну что пацаны нормально 75 отлично 70 неплохо 60 хреново 70 играем так бом-бом-бом зря имена дал я просто не помню эту карту вижу melt но вижу на самом деле два укрытия фуловых а тут еще тогда я на крышу забиваем пока уже ничего так начала сходил называется на пол хода так двое тут один здесь этого в теории можно будет флангануть если мы зайдем вот сюда делимся делимся нужно как-то тоже за фул укрыть и поставить сюда опасливо бежать потому что потому что я чисто в теории могу еще кого-то слева спулеть давай так он все равно не видел этих сейчас этим ханкере от тремя обходим да это было конечно очень резкий гуф миссии конечно сложный но начало очень хорошим минут 30 мм на минус 2 этих флоутера ну или не флоутер а как они называются стреляет не не стреляют они на верующим сидят подлецы понятно что сидят на овер вот чем так к бафферу я не добираюсь отходить отсюда я не могу этом нужно позицию как он занять но он но он не сможет уже ничего занять только так ладно три овервотча и один ханкер поехали занимай крышу будет сверху фланковать во первых с крыши я могу вижу получить отличный испулеить пак который может быть как на крыше так и слева отличный совет во вторых на крыше всегда полу укрытия которые причем могут быть убиты и соответственно одно дело тут то есть и там не можешь сидеть просто так так во первых у нас следующая ситуация мы можем подходить учитывая там что он нет овервотча там же двое стреляли один баффл соответственно мы можем мы можем немножко подтянуться но вот эти пацаны они вообще бесхозные потому что потому что они должны были обходить с фланга вообще по-хорошему мне вот сюда добежать нужно он раз два три 4 5 6 меня флангует ну как у него просто очень высокая вероятность попадания будет да и это тоже может забежать хреново ладно тогда вы на овервотчах а вы опять в глухой обороне укрытие позволяет сидеть моё почтение 49 попытка это вообще возможно конечно не на самом деле принципиально ты где-то попытка 6 ну то есть если просто не считать первой миссии а так-то большинство троев это это рей первых миссий что они она по сложности довольно такая серьезная а вот второй пак пользуясь случаем передаю привет пацану который сейчас бы сидел на крыше так это уже сложнее чисто в теории чисто теории надо действовать я могу я не могу и я могу подойти вот например под я туда вообще нельзя подходить под полу укрытие могу подойти кинуть гренку на двоих соответственно тогда смогу вот этими действовать и скорее всего сниму этого укрытие у этого уберу скорее всего тогда этот займет позицию до стреляет этого и один товарищ будет на страховке но у него будет 50 на 50 на попадание если конечно я его не по дэмиджу и не короче аркада пошла первая гренка пошла я просто не достаю обоих хотя бы достать укрытием все равно это мне не поможет и нужно хотя бы одного мочить атакой невозможно но мочить нужно тогда баф бафером а меня тут обходят с фланга ладно есть еще одна граната запасная то есть вопрос попадут ли эти две штуки ну два бойца у меня или не попадут а не уничтожить так сейчас вопрос вот в этом товарищи а нет вопросов он доходит и видит точно вопрос попадет или не попадет вот он 70 процентов и прц т но гренка он не достреливает поэтому убивает хорошо мне же нужно записывать как они там как тебе звать-то друг кивби новая страница благо у меня тут еще на траев наверно 100 кивби делает первый kills надо фамилию записывать диопе диопе так ты никого не видишь на займешь вот эту позицию судя по этому товарищу ты увидишь того ты подходишь кидаешь гренку соответственно влево снимаешь укрытие 6 хитов а тот добивает ну да все пока папа плану то есть двух мы убиваем правда ценой 2 гранат но учитывая то что слева час еще пак будет ходить мне надо было как-то действовать дабы не попасть просак так и росте сейчас будет стрелять она стреляет 75 процентов попадает засчитали понт да отлично едем дальше это должен паниковать сваливаем сказали же сваливают да этот паникует слева один выходит успеет ли он действовать не не успевает это очень хорошо дурында полез на крышу да у него есть но как подожди они же сваливают он отстреливаться будет мне не будет отстреливаться но окей сейчас тогда естественно приоритетная цель человек на крыше по нему мы стреляем все но учитывая его позицию количество хп я тоже начну с гренки просто потому что я тогда его точно убью потому что сниму у него укрытие и блин не хочу здесь под полу укрытием стоять наверное вот так тоже обходить и давай ты вот нет а ты вот у кого гренка есть ребят ты вот да ты вот подходишь сюда кидаешь гренку уже 3 гранатом кто у нас должен кидаешь из получить выберем человеком ой ёпрс это это было не по плану я лови конечно же под гранату но у меня граната не осталось допустим этого мы убьем этой нужно уходить ее флангуют соответственно этим товарищам нужно перегруппироваться уступать ей местом он отсюда пострелять сможет да да ну заходи тогда раз так давайте начнем с базовых действий спуленные сектоиды нас не обойдут мы все под под укрытием подкидать из гренку туда или не кидать уже не докинул потому что место занял ценное но там не было вариантов на самом деле так сергио гонзалес может ему вообще ханкер сделать это хороший муф на самом деле сейчас объясню почему у нее с гренка которую и она сейчас скинуть не может но ей нужно подходить ближе хотя она не сможет скинуть не нет нам нужно ей как раз на право уходить так а могу ли я попробовать сначала попасть кем там например вот этим товарищем а если попаду уведу освобожу и кину не плохо отличная мысль давай только попади 82 гонзалес записываем гонзалеса гонзалес это третий теперь гренка как там вообще залетает взлетает она неплохо может быть не не стоит ее прямо сейчас кидать просто потому что я сниму стенки которые мешают противникам видеть меня возможно стоит вообще встать на два овервочи и по улыбаться да наверно два уже рабочих правильная тема их четверо осталось ой пятеро суре пятеро же пятеро 1 1 и 3 вот выходит 1 2 на овервочи стреляют 1 давай добей о пресса ты неужели он фланганет нашего за плакатом я думал не успеет но угол очень острый а он просто потерялся главное сейчас чтобы вот здесь двое не натворили бед 1 но угол нормальный вроде full укрытие процентов 40 нормально ой тут гренка просто держите пацаны почти закончилось это мучение фух пронесло значит смотрите плюс гранаты сейчас в том что она во первых убьет снимет у трех товарищей хп и снимет стенку открывает четвертого это топовая граната запомните ее зовут росси она получает 2 kills и снимает еще 6 хитов стенку и дает свободу действий другим пацанам мы видим бафером видим бафера 92 46 черт и 30 ё-моё а у тебя наверное другая совсем да может по баферу с 90 49 процентов как не хватает 2 гренки там надо убивать двух ближних полюбасу и я могу флангануть просто странно что не рассматривает вариант больше там нету веру очень надо посчитать просто клетки когда им пам 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 вот сюда добегаем и флангуем бафером пам пам 70 процентов отлично хорош как звать и минус 2 сразу одним выстрелом новобранец получает повышение диопите зовут да ты уже у нас килл сделал барсук где-то у нас товарищ который вот миром или от ничего не сделала ли от и одного товарища он будет заменить потому что он не очень здесь вероятность не очень хорошая сюда не хочу обходить ладно там есть страховка если что все два процента почему так а потому что 60 вот ты даешь вот и я уволю но надо хотя бы сделать а потому что мне тогда не будут давать ладно там есть еще двоем в том случае этого надо убивать 92 давай хорош снял его мы остались этот из оставшегося паком будет стоять по полу укрытию мне не будет ничего делать и тот кто бафу судя по всему он стоит на овервочем этот может флангануть учитывая то что я того не вижу там анимация куда уходил он скорее все за стенки там стоит когда у веру очень сработает болин не хочется конечно мне рисковать особенно своей диопой блин вот если я запомнил откуда не машка летела он бафал этого бафа где-то вот отсюда он должен был его видеть то есть но точно не в этой комнате наш там дверь закрыта он либо 10 за углом либо вот здесь находится что вероятнее всего один горит остался а то есть этот его бафал что ли как диопе убил еще двоих получается 1 2 1 2 3 4 нет 1 2 3 4 5 6 по моим записям 6 это последняя откуда инфа что такое мне казалось и тогда мне нужно тем более убивать его другим не нужно убивать его лет с ее точностью это конечно тяжеловатым очень прям очень тяжело но я наверное побегу ей а этот сын как горит так надо просто сокращать дистанцию наверное или просто обходите в ханкер пилить в ханкер здесь эта монетка миш эта монетка надежнее обойти и убить поехал ой диопе это твой шанс 50 на 50 давай блин дура я видел ну и идем пацанами спасать понятно что тут меткость но все равно больше чем у диопа ой повышение гонзалес получаешь спасибо с первого троя первая миссия привет вить кстати и главное что у меня был тяж и снайпер надеюсь будет все таким снайпер тяж есть по это как раз штурм был отлично снайпер меткость 79 тяж 70 отлично то есть сейчас будет еще точный саппорт 73 да отлично соответственно продолжаем по той же самой ветки фрагмента оружия для скопов для пары снайперов в инженерным берем медики то дин в казарме берем одного лемминга 30 80 53 80 это штурм будет 45 один нормальный лемминг только капец болен ладно пар очень близко это очень хорошо котлован роем лифт построим это решит кстати здесь энерго и гидра можно будет запилить центр управления вторая миссия да ничего не забыл да не ничего не забыл пять ученых два инжа пять ученых берем на старте пять ученых мне больше пока нравится так саппорта берем медикит опять опутываю кнопки беру вместо эллиот кривой лемминга точно тяж снайпер окей приоритет на выкачку тяжей снайпера снайпера с большим приоритетом потому что ее тупо сложнее качать общий вид чем раньше получим чем будет тем будет проще качаем снайпера сейчас будет что мяу вот что мяу скажи мне что-то имела ввиду едем дальше садимся ох я помню эту карту пришельцы штурмуют сразу несколько крупных городов надо срочно вмешаться иначе да нас ждет сиктоиды миссия сложная рокет как зенец ока я хочу к зданию пройти аккуратненько идем лемминг идет первым разберемся си синьор команданте си 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 сектоиды кто же еще так главный михаил снайпер качай качай снайпера качай снайпера блин полуукрытие какие-то конечно не вдало и хорошо тогда подходим по шагам поверу очень не забываем я говорю специально тихо чтобы они не услышали не ори все кто здесь слева на крыше не люблю я сектоидов на крыше они непредсказуемо с нее падают спускаются точнее так ладно здесь подходим начиная с лемминга это не лемминг снайпер ну тогда все ок к точке к точке на мэлт я забил можно даже папа вот и сектоиды давайте овервотч овервотч пацаны и раз пошел овервотч кто-нибудь еще присоединяемся присоединяемся росте снайпер под зад пил пил на единичку да да кто нибудь еще ребят ну давай да есть кто-то еще под зад ему под зад его 80 процентов меткость но и 60 не попал но овервотч лсм и второй пак на чувство уроки то надо пулять но в этот ход я не смогу мне хэрик не там стоит да вы охренили так хэрик как хэрик может и стрельнет блин чертов угол да неправильно я хэрик поставил сейчас придется терпеть хэрик а точно надо выводить так чтобы он следующий ход что-то полезное сделал снайпером нет есть опция просто отступить на шаг а что по хэрик стреляю но он по крайней мере в ханкере будет да вы все в ханкере можете быть тут стенку могут убить может пострелять и кинуть дым мне кажется это лучше чем да 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 пострелять и кинуть дым а лиммингом кстати этого можно флангануть да так это полу укрытие если дым ляжет хорошо то можно и за полу укрытием постоять он не ляжет хорошо только так он ложится гладко грянку не докинешь никак куда там снайпер неплохо с меткостью 65 но хочется мне его флангануть ладно хочется флангую 80 процентов тем более нужен фраг работаем давай хорош дальше это конечно тяжело всем можно даже на овервочить потому что вероятность попасть по тем кто будет выбегать выше чем сейчас пытаться прострелить фул укрытие это правильно михаил хорошо что сообразил такое бывает редко но радуешь и кидаем дым на минус 20 точности снайпер овервочи тоже и этот овервочи продержаться один ход потом у нас будет опция ракета там пять человек сейчас пойдут два бафа и три действия какая же продуманная все-таки игра я вот не устаю удивляться тому сколько все-таки времени они посвятили ой щас полу укрытие 50 50 ух держится наш лемминг второй тоже не может стрелять будет блин подставил я пацаном не паниковать так есть аптека лемминг мне в принципе нужен где там баф откуда идет не понять да я думаю все равно надо кидать рокет накрывать и надеяться на то что он накроет там и дальше кого-то вот так как мы и стенку уберем дадим возможность пострелять тому же самому снайперу главное попади ну то есть два гарантированных килла во первых сейчас 4 килла сколько было всего оставалось там там один остался так давай-ка тогда нет овервотч ты просто сам лучше подбеги к этому товарищу не надо нам два овервотч поехали качнул снайпер но я вынужден был я же говорю хэви к проще качать на снайперу можно было конечно я хотел пострелять после того как там стенку берется вот и все филим нашего лемминга бедолага 20 дней будет отдыхать дома но сколько там их 10 или 12 первой миссии кажется 12 он попадать уже не будет тяжелое ранение 50 точность от него только граната можно ожидать хорошие всем ну где же вы там там один есть справа обходит или так с крыши которые пойдем на разведка во первых сюда чтобы не обошли не уверен что нужно дверь открывать мне кажется это крышу да он обходит это уже точно не крышу кое смысле да не крыша на крыш конечно тоже может кто-то быть но зря снайперу я убрал час там же ханкер не хочу тут уже ханкер лучше он может и здесь зайти о это пак о ее пары с это овервотч на хэвики есть гренка у лемминга там рядышком главное как разбегутся этот к хэвику ой как хорошо все под хэвика ну не совсем ой второй пак и все капец ой я попал и все справа обходят надо кайтить надо отступать сюда 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 кто куда добежит 6 7 человек с агреном то есть не забываем еще про последнего два пока по 3 и один с пулины самая жесткая ситуация это миссии один плюс что дальний на пол хода отстает от ближних и в теории я могу ход один выиграть у лемминг скорее всего далеко уходить не будет ряд гранат много еще и надо отступать надо смотреть куда я могу отступать отступать и скорее всего с рывком буду отступать многими хэвик не должен далеко отходить он и пострелять сейчас может и а снайпер куда снайпер только сюда если пострелять только с пистолетом я снайпера нужно вообще далеко уводить может быть сюда но это вопрос одного хода когда они доберутся до меня гады значит здесь будем вставать 1 2 3 4 по порядку не пофиг уже как то есть хэвик сюда пока я не буду действия там overwatch или ханкер снайпер дальше всех должен стоять всему ему правда эти вот темы будут преграждать vision иногда но чаще всего не будут этот идет добегает нормально ну так чтобы с ханкером не добегает но этому сильно не угрожает хотя могут увидеть они же вот здесь вот раз два три не не увидят они его ладно держись саппорт саппорт ориентировочно сюда тоже побежит и я буду сидеть хэвиком full каври естественно потому что укрытие у него не не убивается она сделана из специальных инопланетных сплавов поэтому он может выдержать все до тех пор пока его не обойдут смотрим 7 человек не забываем 7 человек 7 человека ракеты нет гранату гранат так 2 подходит 3 бафа он справа видите парочка еще они они вроде по центру все идут хорошо у этого флангануть можно по кому нет блин это лемминг или снайпер лемминг кажется фух то лемминг снайпер никого не видит класс только этот видит кривой не ну типа надо фланговать вот обходить и стрелять по крайней мере поэтому но тема в том что скорее все эти два упыря сидят под овервочем учитывая то что стрелка только один а вижен есть на троих если бы я пытаюсь выйти из-под их вижена они как раз на границе стоят две клетки там не дадут но я тогда под полу укрытием буду и это возможно еще хуже варианты кидаю гранату и его убиваю кем ты его убиваешь кем ты его убиваешь что никем его не убиваешь просто никем никто ничего не видит кроме коллеги которого ранили ты его может две гранаты убить но он даст докинет гранату здесь до укрытия докинет еще у хэвика вероятность хорошую по нему как мне нравится то что здесь так если хэвиком просто стреляю начинается жесть вот эти вот тоже начинают стрелять и это опять 35 процентов стенку взорвать станку видишь стенку кстати да если есть ну по взорву я могу по крайней мере саппортом его увидеть хорошая идея спасибо тем более что от этого толку особо нет он с руки-то не попадет да теперь этот сразу по флангу идет саппорта все равно не видит вот как 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 вот как вот вот он не видит человека как вот можно тут не видеть я не понимаю вообще эту игру вот как он его не видит как этот не видит его почему-то этот видел а этот не видел он даже ближе стоит короче надо стрелять рисковать хэвиком надо ставить двух цинов на овервотч что этот меня через ход флангуют поехали ваим сектоида но это не самая большая проблема я надеюсь что эти двое про промажут с вероятностью 35 процентов они промахиваются действительно и надеюсь меня там справа никто не обойдет к тарел джим сделай что-нибудь бери с собой его тогда ориот ориот овервотч от саппорта все фигня естественно снайпер на овервотч ни хрена не видит эти подтягиваются овервотч а дальний что будет делать стреляет 35 процентов двое налево как так играть вообще какой крит ладно ты попади ну и зачем критовать здесь видите я не знал особенности что не видит он с тех позиций с full cover тогда я наверное скорее на крышу забрался чем с ними там с ней внизу сражался век живи как говорится век учись ну ладно первыми все равно с первого троя прошли особо времени потеряли жалко конечно прошлый трой что пацаны реально классные были но это xcom это iron man 4 уровня 20 на галка надеюсь на бойцов выше среднего если что переролим следующая операция пройдет в дайте пожалуйста мне 70 плюс 70 65 75 нет вообще среднее значение 67 5 вот так если брать тупо среднее арифметическое между минимальным 55 и 80 это 67 5 поэтому если короче я даже с бойцами 70 плюс вы видите не не вытаскиваю поэтому дайте мне пожалуйста еще пару троев на на команду с нормальными характеристиками потому что с другими я вряд ли выиграем код предупреждал а ты не понял я сцеплением без стрельбы в тридцатый раз провалилась смысле в 30 что за бред ты предлагал стоять и перестреливаться 6 сектор какое твое предложение 55 ёпрс это 80 70 70 если мы этого товарища просто сбагрим 70 70 80 главное чтобы он не был штурмовиком ой смысле снайпером или хэвиком это будет такой плевок лица а что по воле у нас тридцать один сорок 743 ладно сражаемся один точно у нас под нож пойдет это заправочка я лучше буду отсюда начинать 30 355 снайпер да это было вообще круто так мед у меня справа можно попробовать с крышами по и воевать ни разу не пробовал вроде это чушь хотя тут есть full укрытие я вижу вот отсюда вот ой слушать а тут же можно кайте тогда получается подходишь сюда выманиваешь врагов из крыши расстреливаешь этика проверим кто у нас там не очень ты не очень возвращаюсь он будет кайтить а пацаны будут настреливать ну хочет проверить гдешник проверять как не в первой миссии а то я помню на этой карте оказался в трое и сразу летуны были начали следующем месяце вот это было весело хотя против литвинов так не по практикуешь им в общем то пофиг они могут слышал слышал пока не полим проверим проверим крышу да вроде нету ничего за этот укрытием то есть прикольно хочу попробовать так все на местах про тут полу укрытие только в одного но наш товарищ в следующий ход она какая грязь что-то я не это самое не то я могу конечно встать за укрытием один меня бежит слева сюда побегу не вообще можно просто дёрдать но это хотя если вот так вот все равно заметит а так будет стрелять я без ханкера код куда полез бесса куда полезла да все потому что вернулся туда где типа респ и подумал что это нормально раз я в тот раз никого не увидел значит и сейчас не увижу это надо было переставить да выходит надеюсь им ходов просто не хватит но скорее всего хватит стоять боятся пошел баф отлично ну как отлично не очень что здесь а 10 где прятаться уху тому нет живого руча откуда Хитрый сектой Блин, надо было Эту гренку сделать Хотя давайте посмотрим Может мне дадут получше Блин, какая жесть То есть даже если ты был На этой клетке В прошлом ходу Не факт, что вернувшись на нее Ты не спулишь пак Это прекрасно Просто прекрасно Дайте хороших бойцов, прошу вас 55, твою налево 70, 60 55? Что это за? Ах вы гады 55 55 Это человек Даже если ничего не мешает На средней дистанции Попадает через расы Это очень грустно Да нет, сейчас все будет, пацаны Сейчас будет тима хорошая Летим в Китай Дайте мне 2-3 трая Дайте хотя бы 65 плюс 55 65 60 80 70 Ну нельзя Так Нет, ребята Дайте еще Давайте пока Посудим Раз уж у нас тут такая хрень Это все из-за галки Все люди разные То есть сейчас Когда трое Лучше даже Что было 65 у всех Ну то есть среднее значение Ну чуть ниже среднего Ну как бы средний Между 65 и 70 Среднее находится Вот Но это всяко лучше Чем 55 55 60 70 Можно конечно пройти Просто этих двух людей И сразу ты выкидываешь И пытаешься заменить на леммингов Которые у тебя находятся Более качественные Но Смысл то в том Что после первой миссии Ты должен Хорошему получить хэвика и снайпера Потому что следующую миссию Без них выиграть Значительно сложнее 70 Отлично 80 Великолепно 55 Волю 60 Будьте осторожны Там 70 или 75 По первому 70 Ну среднее Опять же По Блин Получу я снайпер на 60 Или на 55 Ладно Не получу Не Говорят Меняй Не Ну как раз Двоих то можно было Из этой штуки Оставить Но опять же Риск Что дадут не те роли И ты будешь Со снайпером Который попадает Через раз Икском Великолепен Великолепен Гоу Фуфа Рысь Иди к черту Не будет Фуфа Я буду Травить Икском До выхода Второй части Не избавляя Галок Не убирая Не делая Сейвов Не ставя Лонгвор Какой 70 70 75 65 Отлично Ну то есть Лучше чем Выше среднего Стабильно выше среднего Без топовых 80 Но как бы ок Все Что у нас там Три девочки Один мальчик Неплохо Так а что у нас По карте Тоже Что-то я не помню А я помню ее Да Тут прачечная Сразу первый пак Может быть в прачечной Фуловые стенки Молодцы Ты пошла Ты пошла И я пошел Нет Средний 67,5 Вообще То есть Вы берете Минимальный 55 Максимальный 80 Получаете 25 Делите на 2 Прибавляете К минимальному Значению Получаете 67,5 Но такого нет Есть 65 И 70 Ну это понятно Зачем Дверь же была Ну да Тут этот пак Стабильно стоит Ног Не совсем Конечно же Залетаем Че У нас тут Много Две гранаты В левых Только это Не найдет Укрытие Себем Нормального Хорошо Ты Получается Кто кого видит 1 1 1 2 Беда А если Ты подбежишь И кинешь Гренку Например Отсюда Не факт Что докинешь Надо попробовать Нятненько Тогда по другому Это точно Раз Так Надо же записать Новеньких Правильно Хэмильтон Хам Шмидет Шми Дет Агент Шмидет Вагнер Какие известные Фамилии Немец Наверное Да Кто-то там У нас Вагнер И Уатанабе Японский Флаг Уатанабе Тоже весьма Известная Фамилия Так Тебя мы флангуем Не буду тратить Гренку Просто буду стрелять И аркадить Блин Я понял Может ты докинешь гренку до двоих Спасешь ситуацию Ну давай Шмидту ставим 2 плюсика Ну а че, тут просто, наверное, стреляем Если попадем, он может по панике сорваться 62 меткость Вообще умница Еще бы убила Цены бы тебе не было Паникуй, беги, беги, спасайся Лети на свою родную планету Убегает гад Главное, чтобы дверь не открыл Есть у меня овервач или нет Так вот вроде не должен сработать овервач Где? Что? Куда? Я не... Вот Он за стиралками спрятался Инфа соточка Что? Что? Да он Копперфильд Дверь закрыта Он убежал вправо Других выходов нет Дети, давайте поможем Тане найти сектоида В стиралке он? А в какой? А, вон крутится Да, точно, точно, точно Не, ну это трэш Он может, конечно, здесь стоять Типа что Закрыл за собой дверь Они не такие Сам приказал ему улетать Ну Я думаю, что он вернется Вот в чем проблема Да за стенку ушел Если бы он ушел за стенку Я видел, как он уходил бы за стенку Я видел, что он вправо ушел Каким макаром он за стенку ушел? Что вы несете? Какая стенка к черту? Мне кажется, он вот здесь где-нибудь стоит Просто и все Короче, тема-то в том, что я сейчас как бы Я не понимаю, что происходит Преста-напреста Скорее, вот так вот лучше Второй пройти Этими подойти Того вернуть Потому что если он реально как-то за стенкой оказался То Это забеем Ну давай Смотри внимательно Ну его здесь точно нет И он реально Несмотря на то, что ушел сюда Убежал туда Вот такая вот Интересная история Скотина Раненый Однохитпойнтовый А, вон туда То есть он все-таки за угол Ясно, что значит К этому пойдем К двери Рискую, конечно же Немножечко И здесь тоже риск Делать нечего Сейчас будем дверь открывать двумя правыми А этим подходить к уголам А, вот ты куда? Это может быть пак Откуда? Да Там бегают люди Да Ёппер СТ А тут пак Пак, пак, пак Блин, он у меня фланганы Даже может Вряд ли увидит, конечно Ну вот Того дальнего Хоть сваливай прям Да тот может Вот сюда вот бежать И меня пристрелить Я возвращаюсь А, ты тоже видишь О, ты же с флангом можешь Здесь точно будем снимать его Так, как тебе Ватанабе 70 метки 100% кредит Работаем Хорош Ватанабе Плюсик А вот и наш Калека пришел Упырь И стреляет еще Тут ты давай Попади еще Козлина Инопланетная Спускается Будет Хотя ему нужно Прятаться куда-то А тут нет стенок Что делать? Повервотч По заднице ему По заднице Добавили На два хита Свинца И этот подходит Этот самый опасный Был О нет Все уже Не опасно Короче Во-первых Я хочу Этого флангануть Спулить еще Один пак Конечно же Как без этого Это раз Стоп Не понял Что это был? Понятно Мне опять Не показали Что это рывок Стас Усложняется Черт Надо перестреливаться А ты не видишь Еще Ну Найс Хотя Не подойти Не кинуть Гренку Да Класс Столько проблем Из-за Вот этого Да Я понял Так Обойти мы Куда там Сюда пройдем С угла Будем получать Придется Поэтому стрелять С вероятностью Невероятной 55% Шмидт Шмидт Третий Килл С тебя Ну все Сейчас Три выстрела По 35 Это Трындец А не Два Выстрела По 35 Куда ты? Я серантеф А не Там стрелять будет Да 35% Давай Так А тут Скотина Стоит на Овервоч Самое время Мелт Собирать Как бы Намекает Мне игра Тут Фул Укрытия Нет Ой Все Не Я могу Конечно Подойти Попробовать Критануть С того Кто Могу Сюда Подойти И Гренку Попробовать Докинуть Одного Точно Убьем А ты Докинешь Гренку Докинешь До одного Ладно Это Пожалуй Самый Так Ватанаби Уже С одним Киллсом Сейчас еще Получит Один Мне Нужны Киллсы Вагнеру И этому Хаму Машина Горит Теперь Внимание Вопрос Стоит Если мне О Слушайте Я же могу Спылить Еще один Пак Не Я хотел Просто С тыла Обойти Давай Пока На Овер Последние Выстрелы Или Все Таки Давай Сюда Лучше Хочу Просто Иметь Представление О том Где Он Там Так Ты На Овер Ой Ты На Ханкер Да Какой Ханкер На Овер Вставай Тоже Что должен Не стрелять А бежать Если он Побежит Он должен Бежать Его Должны На Овере Пацаны Пойм Мать Беги Кто Нибудь Хитро Сик Тойт По Хиту Осталось У этих Лопухов По Хиту А это Скотина На Овер Вотч Стоит А там Третий Пак Еще Есть Да Ладно Давай Посмотрим Его Здесь Точно Не Будет Так Получается Этого Мы Флангуем Пулем Пак Соответственно Да Как-то Так Фух Нет Просто Флангуем Вагнер Тебе Нужен Киллз Нужен Убивай 85% Хорош Шах Патрон Патрон Правда Закончили Здесь Можно Обойти Какая У тебя Точность 70% Не густо Кто Может Помочь Все Помогут Все Помогут Ты Беги Точно 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 Ничего Не Ай Овервотч Забыл Там Мне показали Овервотч Да Все Рассчитано Было Он Вряд Либо Попал Что Он Уже Как Не Готов Попадать Он Готов Умирать Хорош Так Ты Получаешь Повышение В Атанабе И Нужен Киллз Хаму Лихо Сегодня Идет Да Чувствуете Пошла Жара Третий Пак Остался Последний Из Двух Причем Мед Утрачен Очень Жаль Ну так Потихонечку Подходим Перезаряжаемся Сейчас Прислушаемся Может нам Подскажет Где находятся Еще Барсуки Мне кажется В соседнем здании Потому что Шума не было Стало быть Они были Достаточно Далеко От меня О Слышим Справа Да Понятно На крыше Даже Так 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 А что У нас Там За крыша Здоровенная Предлагаю Разделиться По парам Причем Подходить Именно на крыше По парам Пока держаться В стеночке Чтобы если они спулились Хотя все равно Не будет стрелять Если спулиться Так Так Ты сюда Куда ты Полезешь Поехали Так Пак Пак из двух Человек Пак из двух Человек Это Несерьезно Два Несчастных Сектоида Этим Я не буду Забираться Начну С дальних Потому что Явно Им Бежать Дольше Забираемся На крышу Это раз Это два Непонятно Шум на втором Ярусе Или нет Но был Вроде показывали Как на втором Что-то Я их здесь Не наблюдаю Все Нужно Пули Сейчас Уже Этим А Не Они Внутри Помещения Я Увидел Быть Сейчас Конечно Заберусь Сейчас Да Заберешься Конечно Скорее Всего Скорее Всего Они В здании Находятся Заходим Смело Пустая крыша Понятно Спускаемся Всеми Причем Спускаемся Будем Также Двумя Группами Заходить Возможно Стоило Обойти Сзади Так Выше Вероятность Да Пожалуй Так и сделаем Двое Будут Отсюда Заходить Они Жмогут Назад Отступить Да Да Так и Сделаем Эти Пойдут С фланга Тут Тем более Видите Какая Окон Нет Здание Хорошее Нетерпеливая Какая А вот Тут Уже Лучше Не Ити Ну что Видите Сколько Окон Там Подойду Максимально Но Чтобы Было Не Видно Даже Вот К этому Углу Не Буду Подходить Там Вся Стенка В стеклах Застеклена Загадка Без окон Без дверей Внутри Два Сектоида Да 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 Так И Есть Открываем Смотрим Да Ё-моё Где Вы Все Они В левой Части Здания Я Очень Зря Сейчас Отсюда Вообще Захожу Вы Уж Простите Я Еще Один Ход Подготовлюсь Буду Заходить С правильного Направления Эти Пофиг Эти Все равно Будут Нет Эти Мне надо Было На крышу И спрыгивать С нее Вот это Грамотно Было Блин Что ж Такой Тяжелый Это Действительно Ты С крыши Можешь Оказаться В любом Месте Тебе Пофиг За стекленные Там Не За стекленные Темы Было Сразу Так Делать И Все Зачем Я Решил Обойти Здание Какого Черта Но Я Не знал На самом Деле Что Там Стекла Я Могу Из Любой Двери Зайти А Они Сразу За углом Слышал Слышал А я Исследовал Да Они Вот Здесь То есть Мы Берем Товарищей Как Нибудь Вот Сюда Вот И Открываем После этого Дверь Они Разбегаются За стойки Можно Кстати Было И третьего За спину Вводить А кто Он Должен Убить Хам Хам У нас Как раз На десанте Открываем Дверь Ну Давайте Прямо Под этих Выходите Еее Это Фланг 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 Ну Был бы Третий Было бы Лучше Но я Могу Их Не убить Кстати Давайте Дождемся Когда Начнет Один Извините Баф Другого И Тогда Здесь Фул Этот Ханкер Даун Просто Здесь Просто Овервотч И Ой Вышли на улицу Не должны Увидеть Я Не на границе Сейчас мы Увидим Где кто Стоит Вон Они Один Там Другой Тут Этот Стрелять Будет Стреляют Ну Отлично Все Теперь Выходим И Все В белом Главное Хаму Дать Да Только Ты Не добегаешь Почему То Где Там Этот Гад Шторы Вок Опять Блин А может Еще Один Ход Я Здесь Еле Еле Обхожу Да Изи Вообще Главное Хам Та Добегает Ничего Он Не Добегает Держимся Еще Один Ход Так Ты Передислоцируешься Вот Сюда Скажем Он Обходит Гад Да И вот Так Ох Бафа Нет Ох 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 Видим Стоит Без Бафа Неужели Сейчас Два Сектоида Убьют Давай Бафы Уже Гад Пошел Наконец Я Не вижу А Второй Стреляет Не Стреляет Паразит На Overwatch Сел Так Здесь Спрыгиваем Сюда Да Понятно Не Должно Быть Overwatch Потому Что Тот Не Видит А я С фланга Сразу Хоп Десант Пошел Вообще Вот Это Скиллуха Поперла Хоп Как Как в кино Прям Хоп Хоп Ой Ты не Видишь Так Хорошо Ты Вагнер А Ты Не Видишь Что Как Как Блин Как Господи Как Так Получилось Какого Почему Вы Не Видите То Профессионалы Ну Ладно Тогда Только Тебе Убивать Не Я Просто Не Прокачал Того Понимаете Вы Все Выполнены С С Первого Трак Кстати Пошло По Накатанной Так Ну Смотрим Смотрим Давайте Мне Снайпера Хэвика И Саппорта Тут Штурмовик Снайпер Тяж Отлично Тяж У нас С точностью 72 Снайпер С точностью 81 И Штурмовик Блин 72 Понятно Саппорта Нет Ну Все 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 Под Замену Товарищи Ну Ладно Что по бойцам Левым Чушь 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 Неплохо 55 75 55 75 Она будет У нас Саппортом Хочу Штурмовиком Играть Немножко Не повезло Мне Не то что Не повезло Да Наверное Не повезло Все Даже Медикит Не хочется Брать Ну что 50 баксов Там Зачем А точно Бойцева Больше нет Я бы Двух Взял Там За 70 Которые Ну вот 50 70 Да Пожалуй Я на следующем Миссии Пойду С двумя Леммингами Один из них будет саппорт Другой Вот Как повезет Все Да Все Давай Вторую миссию Че тянут 4 нжа 250 бабла Или трое ученых Ученых мало Нжи важнее Бабло Пока не нужно Полетели К нжам Штурмовика Убираем Берем Двух Леммингов Убираем Хэмильтона И берем Йоханссон А что По характеристикам 72 81 Там штурм На самом деле Типа Хороший По Этим Но Повторюсь Я бы Я хочу получить Саппорта Плюс Не штурмовика Типа Снайпера Или А мне для этого Нужно Лемминга С собой брать Никуда Не деться Поехали 250 Говорит Карл Да 250 А на что Вы деньги Такие сумасшедшие Будете тратить Ой Какая Какая Древняя карта Я помню Тут летунов Запускал Хэвиком Хэвиком Но карта Очень Открытая Да 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 Помните I'm a rocket man Шалалалалам Не стоит Вообще Торопиться Два Лемминга У нас будут На разведочке Короче Трачь деньги на спутнике Не теряешь Кучу страну Марти Кмех на один спутник Хватит 250 Там больше Всякие сплавы И прочее А без инжей Я в принципе Не смогу много запустить Ну хотя Саферон Товарищ Опытный Помню Тестили рейдж На Куле Если кто помнит Как набили Али здорово Гуфнулись Так ну что Лемминг Вы 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 Так давай Лучше А это Полуукрытие Не ругайся Хочу вот К этому Полукрытию Перевести Еще одного И тогда Уже Идти вперед Те кто Это справа Это Они Ну я Не к меду Иду Я скорее Да что Такое Не выделялся Бояц Снайпер Надо Подвести Так Килсы Снайперу В первую очередь Килсы Снайперу Стараться Убивать Снайпом Тут Подходим Наполовинку Даже Не наполовинку А так Аккуратно Аккуратно Мочим На пофиг Да Мочим На пофиг Это оттуда Они все в доме Кстати Мед Минус Пофиг На него Подходим Ну что ж вы делаете Со мной Ироды Ну скорее всего Надо будет Одного вернуть И двигаться в центр Хотя Да В центре будет Основная Движуха Этот К склепу Пойдет Фризы Горят Лагим Ай Господи Опять 25 Сколько можно Секунду Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Не переживайте Надеюсь В чатике не будет Там Что такое Гуф Стрим Гуф Кто знает Когда вернется Что происходит Ну басы Женьшка Ты ничего не качаешь Чисто случайно Чисто случайно На всякий случай Почему вы думаете Выключить На всякий случай Просто они авто Запускаются У меня просто Спасибо за субтитры 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 Пацаны у меня плохие новости Интернет Не удается мне Второе подключить Поэтому скорее всего Сейчас я Попробую сильно Урезать качество Трансляции Для того Чтобы просто ее Она продолжилась Нормально Сделаем Сделаем 1280 И 30 фпс А битрейт снизим До 3 косарей И прошу прощения У тех, кто смотрит в записи Это конец В первой части В первой части Четвертой части Придется мне стопануть Так, вроде возобновилось, но все равно Могут быть дропы Я вижу Блин, даже 2 мегабита Он не тянет Гад Что это за провайдер У нас Нет, это какая-то Какая-то хрень Все равно дропы идут Большим количеством Видимо у нас пауза будет Я буду разбираться Тогда Звонить Провайдеру И включать Второго Настраивать Сори Техническая Ребутнировка Да я уже делал Все На этом Все Надеюсь, что в ближайшее время Удастся решить Если удастся То я еще вернусь Потому что Время еще много Поэтому Еще раз приношу извинения За то, что Но это интернет подводит Я тут практически бессилен Надеюсь, вернусь скоро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому